Всем привет и хорошее настроение, с вами Рэй и сегодня поиграем мы с вами в Battle Cuts, то бишь битва к коту. Да, сели ранее я в неё не играл, видел, что вроде бы неплохая игра, так что-то я тут получил. Поэтому для меня это новинка, но я знаю, что это игра из ряда стенка на стенку, а я такие игры люблю, как вы знаете. Ну что ж, давайте посмотрим, что вообще тут есть. Если кто-то что-то знает про неё, прошу отписаться мне, может быть какие-то секреты, нюансы, в которых я ещё пока не разбираюсь. И я начал первый свой бой. Так, у меня даётся три кота каких-то, 50 долларов, 100 и 200. Вверху что-то копится, а монетки. Так, не знаю, что-то я увеличил на уровень 2. Так, ладно, давайте ещё маленького выпустим кота. По идее, это должен быть первый уровень, и он должен быть довольно простым. Но что-то я не замечаю простоты здесь никакой. Уж больно, что-то на меня сразу много врагов-то напало. А, ребята, что за... так и должно быть? Хе-хе-хе-хе. Или я что-то неправильно сделал. Да, и хотелось бы, кстати, узнать ваше мнение. Вообще, стоит в неё играть или нет? То бишь, нравится она людям или нет? Вот так мы скажем. Так, что-то у меня тут заморгало. Ну-ка. Ага, это у меня какая-то пушка, получается, которая уничтожает врагов. Ясно, будем знать. Котик с топором, причём одноглазый, выиграется у меня в бой. Да, тем не менее, я смотрю, врагов-то, может быть, и много было, но они какие-то ватные. Поэтому мы проходим без проблем. А то, что я повышаю в крайнем нижнем левом углу, это, оказывается, я увеличу себе денежный фонд. Ну, я его так назову. За который мы, соответственно, строим этих котов. Полторы тысячи хрюкей у его базы, ну, уже, конечно, в разы меньше. И я думаю, что мы сейчас её разрушим. Ну, как я и говорил. Так, что-то я, наверное, зря сделал, да? Как я и говорил, первый уровень должен быть лёгким. Да что такое? Что за стикманы-то лезут на меня, а? Какие-то стикманы, змеи, недопсы. И вообще, какие-то коты сами по себе очень странные по форме. Так, 2200 экспо я получил. И переходим, куда мы переходим? Я даже не знаю, куда. Меню? Так, и что это даёт мне? Чёрт его знает, что это-то такое. Какие-то шарики. Корея, Камбоджа, не пойму пока ничего. Давайте, наверное, стартанём, что ли? Так, следующий уровень, я так понимаю, да? Подождите, что это такое? Магазин. Магазин. Тут, я так понимаю, мы что-то можем приобретать за какие-то консервные банки. Точнее, за кошачью еду, я так понимаю. Ладно. Мы это учтём. У меня всего пока в данный момент 30 консервов. Это достаточно мало. Вообще для чего-либо. Филиппины. Это, я так понимаю, следующий уровень у нас. Ну что ж, давайте посмотрим, что ждёт нас здесь. Очень как-то медленно здесь копится энергия. В отличие от остальных игр. Ну, я думаю, что это как-то можно будет в дальнейшем поправить. Давай, котик, пошёл. Первоначальный мой. За 50 центов, а не долларов, скорее всего. Против каких-то никчёмных змеек воюем. Ну, этот кот, конечно, меня вообще удивляет. Что он такой длинный-то, вытянутый? Как говорится, катись, кошара, ты колбаской. Бьёт, я так понимаю, своей головой. Ясно. Это у него такая атака. А те маленькие у нас просто кусаются. Так, ну что, давайте их немножко стесним на ихнюю базёночку. Нечего им здесь тусоваться. Так, моя пушка готова. Но я так понимаю, из неё нет смысла отпалить. Потому что радиус действия у неё очень короткий. Да, это я нажал для проверки, чтобы убедиться для самого себя. Так оно и есть. Но, как я вижу, она довольно быстро копится. Так, давай, кошара с топором. Интересно, здесь будут кто-нибудь посерьезнее, дорогие? Или вот такие вот змейки? Да человечки всякие будут на меня нападать. Так, ну-ка, кошара, давай-ка их там топориком всех наглухо дубать. Сейчас мой второй он топорик подойдёт и будет вам всем тут весело. Довольно пока всё как-то легко и просто. Ничего сложного не вижу. Но, тем не менее, они умудряются разбомбить моих юнитов. Моих милых кошечек. Если их можно назвать милыми, конечно. Хе-хе-хе-хе-хе. Чудные они какие-то, мутированные. Тут всё как-то очень в такой форме сделано, непонятно. Но, тем не менее, какая-то она прикольная и весёлая, в то же время. Да что ж такое-то, никак не можем добить его базу. Чё он там наплодил-то этих всяких чудиков-то? Причём много. Давай, топорик, выходи. Так, длинноухи тоже давай. Длинноухи. Чё длинноухи? Так, ага. Левел 8 это максимальный, который я могу развить. И мне дают всего 900 центов. Так, ребята, всё. Мы прошли этот уровень. 2500. Я получил экспы. И что? Что у меня тут? Не хочу ничего смотреть. Так, апгрейд. И кого я могу апгрейдить? Ага. Я могу апгрейдить котов. А что такое специальный кот? Так, я могу взять ниндзю. Нет, я ниндзю не могу взять. Потому что он стоит 50 консервов. И покупать консервы я тоже не хочу. А вот этот вот стоит всего 2000 экспы. Его я вполне могу получить. Но почему-то на нём ничего не отображалось. Так, 1100. Давайте возьмём. Так, он у нас 4 уровня стал. А где у них... Описана атака или защита? Оп, я открыл нового кота. И в чём в нём суть? Так, это у меня, я так понимаю, пушки. Так, это что? Ни черта не понимаю. Моя база. Это скорость продукции. Это деньги. Это максимальный лимит. Ниндзя кот. А почему бог написано? Ну, наверное, давайте приобретём. Что же это за кошар-то такой странный? Если это кот, конечно, вообще. И как я могу его взять к себе, например? Как набрать его в армию? В свою, кошачью. Назвали же... Гроскат. Большой кот, что ли? Что-то мне подсказывает, что мой метод тыка здесь не прокатит. Здесь надо что-то определённо знать. Хотя бы какую-то википедию, я не знаю. Кошакопедию я бы так назвал. Ладно, давайте посетим с вами... Что, Филиппины, да? А, Япония. Ну и что ты мне показываешь? Солнышко какое-то. Странное причём. Ладно, поехали. Давай, кошары, выходите. Это что такое? Что произошло? Что произошло? Я бог. Ты обратился ко мне. Ну и чего? Что происходит? Суперудар, что ли, какой-то? Что ты творишь? Я не понимаю. Ну, кучу котов наплодил. И... Какое-то время пошло. Так, минута у меня. На минуту. На что? На что минута? Ох ты, вот он этот кот у меня. Длинноногий он, оказывается. Ясно. И что же ты делаешь у меня, родной? Опа, как он лапой-то пригрел пса. Нормально. Мне он нравится. А вот что время идёт и что мне это даёт, этого я пока не понимаю. А-а-а, всё. Он мне сразу на максималку прокачал лимит. Денежный. Вот в чём суть. Ясно. Так, а это что за бегемотище тут ещё вышло? Так, успокойся, братиша. Хороший уже. Мы, так понял, будем воевать с какими-то разными типами животных, что ли, да? Только у него животные, а у меня всё одни коты. Одни коты, коты, коты. Стекумен тут лезет. Вот да ты тут такую же. Так, надо что-то срочно делать. Что-то больно быстро он меня разносит. Этот бегемот. Какой-то непобедимый даже, я бы сказал. У меня только солдатики мои докруют. Эй, бегемот, угомонись давай, а? В самом деле ты хорош. Успокойся. Так, давай длинноноги, проучи-ка эту никчёмную животину. Да неужели подбили, а? Да, ну я единственное не могу понять, например, сколько атаки, сколько хп у этих котов. Где это вообще отображается? Да, это надо обращаться, ребята, за помощью к вам. Я больше чем уверен, что вы в неё играли, ну или хотя бы где-нибудь видели, что тут вообще происходит. Где хп, как? Всё наугад, что ли? Если я вижу, что у базы 2400 жизней, то это понятно. А где у котов всё это отмечается? Или хотя бы у врагов? Так, 2800. Эксп я получил. Да что ж такое-то? Что я всё время открываю? Ну, давай. Капсулы какие-то. Капсулы. Так, вы мне дали специальный бонус. Какой-то билет. Ну, спасибо вам за билетик. И... Так, опять что-то. Так, они мне дают за что-то 20 банок кошачьей еды. А за что это всё? Так, опять бонусный этот... Билет. Да сколько же вас? Так, и ещё 30 еды. Это что у них такая сегодня... Принновогодняя продажа, что ли? Я не понимаю вообще. Так, три счастливых какие-то билета. Да ёлки-палки. Заклинило, что ли? Так, 5000 экспы. И... И... Что? Так, это что у нас такое? Это какая-то реклама, что ли, лезет? Не пойму. Да, по ходу дела оно и есть. Не нужно мне это... Так, меню. Триасура, гайд котов. Да хорош уже, успокойся. Так, подожди. Так, 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 так. Ничего не понятно. Какой-то жирный сумоист тут кошачий. Вообще не понимаю, ребят. Вообще. Если в каких-то играх я могу, в принципе, моментально догнать, что происходит, то здесь у меня не получается. Так, кошачья капсула. Вы можете открыть за один... Жетон. Ну, давай, откроем. И что нам дадут? Лопнул он пополам. Опачки. Летающий котик. Ангелочек, что ли, какой-то? Нет. Кот-птица? Да вы издеваетесь, что ли? Так. Больше я, походу, здесь ничего сделать не смогу. Ладно. Так. Какие-то рар коты. Раритетные, что ли, получается? Да хорош уже рекламами-то этими кормить меня. Как закрыть ее? Как отсюда выйти? Так. Эвинг. Так. Открывай, да? Отлично. Лопнул. Супер-раритетный кот. Какой-то на троне. Типа, напоминать не буду чем-то. Ладно. Еще остался один билетик. Ну, давайте глянем, что здесь у нас. Это что у нас такое? Это что за чудо? Кот-рыба, что ли? Кот-русалка? Я не помню, что у него за шапка-то такая. Хе, как у повара. Все как-то здесь чудно. Так. А это у нас, получается... Это что такое? А, это Эвинг капсула. Ну, я не знаю. Давайте откроем, наверное, ее. И получаем мы что? Десять тысяч экспы. Найс. Неплохо. Ладно. Неплохо, так неплохо. Давайте следующий откроем. Так, а это что такое? Найс. А что это такое вообще? Компьютерный код? Здоровски просто. Компьютерный код, вот и все. Больше ничего лишнего не сказано. О, сундучок. Фантастическое. И как мне его открыть? Триасура радар. Радар подключений? Триасура. Сокровищ, точнее, даже. Так, плюс еще. Тридцать тысяч экспы я получил. Куда это все идет-то? А, наверху отображается. Понял. Так, лопнул. И... Great. Максимум. Что максимум? Чего? Ричкат. Ладно. И у нас... И у нас больше ничего не осталось. Абсолютно ничего не осталось. Ладушки. Так, ну, а как мне теперь, например, набрать в армию то, что я открыл? Хотя бы несколько взять. Или я не могу? Давайте-ка нажмем на старт. И он мне сразу уводит на карту. Точнее, я ничего не могу взять, получается, да? Апгрейд, если возьмем. Так, апгрейд. Кого тут можно прапать? Ну, я не знаю. Может быть, вот это? Или энергию? А здесь у нас что? Здесь я могу взять кота-ниндзю за 50 еды. Давайте возьмем. Первого уровня он у меня, да? Совсем еще юнец. Давайте апать его. Ух ты, у меня экспота улетает. Как... Как я не знаю что. Нет, я не буду ничего у вас покупать. Ладно, девятого уровня у меня кот-ниндзя. Если честно, я даже не знаю, насколько он хорош. О! Что такое эквип? Ну? Ага, теперь я могу теперь поставить себе. У меня, оказывается, две страницы. Первая вверху. Вторая внизу. Ну-ка, и как тебя сюда переставить? Ага, ты просто вот так вот замещаешь, да? Ясно. Значит, все-таки можно ставить в армию себе новых котов. И это радует. Так, ну что? Больше, по ходу дела, у меня ничего нету. А где же кот Будда? Или кот русалка? Это не у меня, что ли, получается? Ну ладно, думаю, будем, наверное, с вами, ребята, драться. Потому что я больше ничего пока сделать не могу. Австралия, да? Австралия. Ну ладно, давайте посмотрим, что у нас ждет в Австралии. Ух ты, какие милые пандочки. Так, погнали. Наши дворовых собак. Ну, тут все пока элементарно и просто. Так, а солнышко, оказывается, можно несколько раз задействовать, да? И у каждого действия он просит определенное количество консервов. Что там делает? Ну, одно из них, я видел, пополняет по максимуму мой этот денежный запас. Но всего лишь на минуту. Ладно, это мы запомним. Так, ладно, давайте разбомбите мне этих всех псов, да змеек и стикманов, которые там бегают. И пойдем мы к базеночке. Так, вот мой ниндзя вышел, кот. Сейчас посмотрим его где-то, что он делает вообще. Так, оп-оп-оп-оп, он машет мечом. Ну что же. И довольно неплохо машет. Смотрите-ка. Просто на... На ура. Так, все, мы начинаем долбить его базу. Они даже ко мне подойти не могут. Смотрите, что тут делать. Тут ниндзя. Оп-оп-оп, всех отстегивает. Только путь. Давайте-ка. Еще сделаем. Ну, я думаю, шансов нет у него здесь на выживание. Потому что уж больно мощные у меня коты, это ниндзя. Тем более, они девятого урона. Не забывайте. Так. И все, базенки, конец. Ребята, поздравляю нас с победой. 3100 эксп я получил. И ничего больше пока мне не дают почему-то. 34-й ранг у меня. Стартанем. И Сингапур следующий. О, е-мое. Вот это карта здесь, а? Ой, я могу еще и перемещаться по ней. Точнее, я могу попасть в любую точку, да? Точно. Так оно и есть. Здесь я был. Здесь я был. Филиппины был. Канбоджия был. Чина, Корея. Это все пройдено, так ведь? И остановились мы на Сингапуре. Слушайте, я что-то не припоминаю, чтобы я проходил, например, вот Сингапур. Да, я здесь не был. Да и которые первые карты были, я вроде на них еще не засветился. Ладно. 200 центов мне дают. Что мы здесь? Мы слишком сильно не разгуляемся. К тому же, вот этот кот длинноногий. Он стоит 400. Значит, мне нужно повышать левел. Ясно, мы это и сделаем. Особых проблем пока мы не видим. Какие-то песики идут. Это все новички, новобранцы. Что они против моих котов сидят? Да абсолютно ничего. Вот видите, как мы их... Сейчас у меня выкатится колбаска. Колбаска. Что несу, а? Яйца, наверное. Ладно. Давайте накопим еще. Так, у меня уже 500 центов. Этого, в принципе, достаточно для того, чтобы я мог себе поставить длинноногого кота. Давай, Анинди, выходи. Вся надежда на тебя. Я на тебя очень много поставил. Практически всю экспу на тебя слил. 40 тысяч экспу было, и я все в тебя влил. Так что, брат, отрабатывай. Ну, вроде бы как он отрабатывает. Так, давай-ка еще. Идем, продвигаемся. Так, у него на базенке 3000 хп. Ну, в принципе, все. В базе хана. Ничего он тут не сможет сделать. Так, стикман и тут змейки понавылазили сразу же от испуга. Не-не-не, ребята, шансов у вас никаких нет. Можете даже не париться. Отдохнете. Ох, как коты мои шуршат. Что, если целую армию этих человечков наплодил? Успокойся вы там, на самом деле. А кто, интересно, их вообще против кого я воююю? А, ну да, против животных. Почему здесь стикланы? Да сколько вас тут, а? Целая куча. Ё-ка, угомонитесь, давайте. Мне надо побыльненько развалить вашу базу и идти на следующую войну. Давай, длинноногие, устрою карнавальную ночь. Все. Победа. Так, 3400 мы получили. Переходим на следующий уровень. Что? Какой новый код? Не понял. Так. Где-то здесь новый код. Код сумоист. 150 консервов. Ага, спасибо большое. У меня всего 30. Кстати, ребята, а кто-нибудь из вас знает, где тут вообще и как зарабатывать консервы? Или это чисто донат? Если кто-нибудь из вас знает, отпишите, пожалуйста. Так, ладно. Здесь у нас что? Здесь у нас ничего. Так, скорость продукции. Деньги. А это у нас что? А это у нас что? Ничего непонятно. Мальдивы. А потом потихоньку начинаешь разбираться. Ну, естественно, пока ты допетришь, что к чему и почему. Сколько воды утекет, сколько котов помрет, сколько собак и вот этих вот змеек погибнет. А пока я начну что-то догонять. В чем вообще здесь суть? Или соль, или перец. Давай, колбаска, выходи. Своей длинной головой там бомби их, что есть мочи. Вот это другой разговор. Давай еще одного. Бозенки как-то слишком близко друг от друга стоят, вам не кажется? Маленькая больная дистанция. Так, угомнитесь, угомнитесь. Так, ага, показывают, что пушка готова стрелять. Ну, мне пока это незачем, поэтому я перебился. Так, мне, наверное, надо на моего кота ниндзу накопить. Так, выходи, родной. Ну, вот мы и добрались до базы. Давайте ее немножко расколупаем. Замечательно идешь. Никакого сопротивления. Просто великолепно. А что музыка-то поменялась? Это кто такой? Свин, иди отсюда. Угомонись. О, что-то он тут творит не то, ребята. Опа, на... Да ну нафиг. Эй, завязывай, свин. Давай, давай, успокойся. Сейчас у тебя ниндзя мои порубашат на кусочки. Вот и все. Вышел он здесь деловой. Типа защитник базы, да? Ну, не тут-то было. У меня коты, вон, наяривают. Так. Ну все, ребят. Прошли мы и этот уровень. 4,255. Экспы. Нормально. Так. И что дальше? Сразу рванем на... Чего? Нет, не надо мне выходить в меню. Сразу рвануть на следующую карту. И это у нас будет Индия. А вот это что такое? Могу активировать, а могу и нет. Сундучок какой-то. Стопроцентный шанс... Найти... Найти чего-то, стопроцентный шанс. Сундук какой-то. Непонятно. Так, что-то я тут, ребята... Блин, куда я ускакал-то? А, все, все, нормально. Индия. Поехали. Ну что опять-то? Ну, сундук. Ну. Могу найти стопроцентный шанс сундука. И что далее? Найду я сундук. Что он мне даст? Стандартный купон. Ладно. Это все мы разберемся в процессе игры. Какой-то сундук, который... В котором найдется купон в случае победы, я так понял, еще при этом. Я должен победить. А если я проиграю, то, соответственно, я ничего не получу. Так, давай, колбаска. Вали там всех. Давай, лилипут, вылетай. Пока, вроде бы, все идет довольно неплохо. Я бы даже сказал, хорошо. Так, давай. Выходи. И ты тоже выпрыгивай. Так, еще, может быть, одного ниндзя построить? Давай, выходи, родной. Тебя тут ждут. И не нарадуются, когда ты тут придешь и устроишь их. А базенка-то у них, да? Непонятно, что такое. Ракушка какая-то. И соус капает. Почему-то замерли капельки. Этого соуса. И дымок не рассеялся. Такой сюрреалистический какой-то манер у игры. Ладно. Все, разбиваем базенку. Думаю, опять этот бегемот вышел. А, ну что ты будешь делать? Ну, бегемот, я думаю, для нас не два бегемота. Это уже посерьезнее. Эй, эй, успокойся. Блин, он разбирает моих котов. Так, дело не пойдет. О, ё-моё, я остался вообще без армии. Так, надо быстрее. Давай, кого, чего, я не знаю. Колбаска, выкатывайся. Блин, даже не знаю. Ну, если кот стоит 400, соответственно, он должен быть сильнее. Поэтому, я думаю, есть смысл строить этого длинноногого кота. Ёлки-палки, а. Такие коты. Длинноногие, карлики, длинношей, ниндзя с топорками. Просто изумительно. Кто придумывал эту игру, а? Ладно. Ну, на худой конец у меня, ребята, есть еще это. Пушка. Если они сейчас на мою территорию вторнутся, и я пальну из нее. И я думаю, что им не поздоровится. О, ну, наконец-то мы одного бегемота завалили. Это уже что-то. Ну, сейчас ниндзя свое дело сделает на раз-два, как говорится. Давай, походи, гаси, лупи, бомби, что есть мочи. Блин, длинноногие. Ты как-то очень медленно бьешь. Один удар, пять минут стоит, потом опять удар. Так не пойдет. Так не пойдет. Тебе лучше скажу. Ну, что, ребята, я, наверное, сейчас уничтожу, надеюсь, эту базу. И на этом, наверное, я буду заканчивать. Так, давайте посмотрим. Завалю, нет? Так, да, завалил. Ну, что, ребята, на этом я буду заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся с вами в следующей серии. Но, также не забудьте написать, вообще стоит в эту игру играть или нет. А на этом, всем пока, ребята. Всем пока.